В феврале 2017 года в Иерусалиме произошла официальная встреча министра иностранных дел Павла Климкина и главы Иерусалимской церкви патриарха Феофила. Встреча с самого высокого уровня, но тем не менее визит главы украинского МИДа оказался совершенно незамеченным отечественными СМИ. Странно, не правда ли? Особенно если вспомнить, насколько широко и помпезно освещались в украинских медиа другие недавние встречи такого же масштаба. Премьера Владимира Гройсмана, а также спикера Верховной Рады Андрея Порубия с константинопольским патриархом Варфоломеем. Для того, чтобы понять такую разницу во внимании украинских СМИ, достаточно вспомнить, что позиции нынешней украинской власти в церковном вопросе – всецелая поддержка так называемых патриотических церквей – киевского патриархата и греко-католиков. Не секрет, что не признанную никем в православном мире УПЦКП пытаются легализовать через создание так называемой «поместной церкви». Госчиновники используют каждую возможность, чтобы встретиться с каким-нибудь патриархом и поуговаривать его помочь в создании поместной. Так исторически сложилось, что чаще других уговаривают вселенского патриарха. В ноябре 16-го с патриархом Варфоломеем встречался спикер Рады Андрей Порубий, а уже в марте 17-го – премьер-министр Гройсман. После каждой встречи чиновники и журналисты подробно исследуют каждое слово патриарха и обычно находят там очень многообещающие для создания поместной церкви фразы. Материнская церковь Константинополя поможет вам отримать такую объединенную церковь. Он захопливается нашей Украиной. О визите Павла Климкина в Израиль было известно. Но вот о встрече с Иерусалимским патриархом никто не сказал ни слова. Однако почему? Попробуем разобраться. Сам Павел Климкин не отличается особой набожностью. Верующим он запомнился фразой о том, что Украина перестала быть православной страной и теперь защищает геев. Украина была глубоко ортодоксная страна и последняя анти-дискриминационная класть, например, в нашем лейбор-код, про ЛГБТ-райс. Логично допустить, что с патриархом Феофилом он, как и его коллеги, встретился в рамках общей государственной линии, чтобы искать помощи в создании поместной. Украинская влада единая в своем прагнении, в своем башене, мати единую церковь. Но, видимо, в этот раз что-то пошло не так. Переходим на официальный сайт Иерусалимской патриархии и видим ужасающие для украинской власти фразы. Патриарх Феофил говорил с Климкиным не о том, чтобы легализовать православные расколы, а о том, как укреплять православную веру. Более того, речь шла о борьбе с распространением униатов, а это уже никуда не годится. Всем известна выдающаяся роль греко-католиков в организации Евромайдана и количество последователей этой конфессии в руководстве страны. Это ведь лить грязь на православную церковь в Украине – признак хорошего тона, обвинять ее в сепаратизме и развале страны. А критика униатов – это не патриотично. Тем не менее, некоторые факты из жизни этой конфессии способны сегодня вызвать удивление у самого ярого патриота. 14 февраля уполномоченный венгерского правительства встретился с мукачевским униатским епископом Миланом Шашиком. После встречи было объявлено, что Венгрия видит в униатах стратегического партнера, поэтому выделит 600 миллионов форентов на строительство венгерского религиозного центра. И как будто в этом нет ничего плохого. Вот только если копнуть чуть глубже, то видно, что такой униатский венгерский центр вполне может стать венгерским троянским конем в Украине. Президент Украины Петр Порошенко выразил премьеру Венгрии Виктору Орбану свою обеспокоенность относительно заявлений о венгерских автономиях. Напомню, ранее в поддержку венгерских автономий за рубежом выступил вице-премьер в Венгрии Желт Шемьен. Шемьен даже заявил, что представители венгерской автономии должны быть представлены в национальном парламенте, то есть Верховной Раде. Религиовед Александр Саган, известный своими нападками в адрес УПЦ, в том числе и в государственной измене. Еще в 2015 году заявлял, что на западе страны сотни тысяч украинцев имеют паспорта соседних держав. И он почему-то не считает, что государство должно обратить свое внимание на униатов, влияние которых на Западной Украине очень заметно. А ведь если копнуть немного вглубь, то можно увидеть, что и Венгрия, и Больша давно вкладывают значительные средства в инфраструктуру пограничных территорий Украины. Например, венгерское правительство выделило 50 миллионов евро на ремонт дорог вокруг Берегова и Мукачева. Аналогичные действия можем наблюдать и со стороны Польши. Поляки выделили нашей стране на ремонт дорог в Западной Украине 100 миллионов евро. Венгры заинтересованы точно так же в получении территории, на которую они давным-давно уже засматриваются. Как и, я больше чем уверен, и у поляков рассматривается возможность получения своей территории, которую они имели до 1939 года. В Украине уже три года идет травля Украинской Православной Церкви, которую и духовенство униатов, а также их сторонники в правительстве и СМИ обвиняют в сепаратизме и антигосударственной деятельности. При этом единственный аргумент таких обвинений – наличие у церкви прихожан под ту сторону линии Донбасского фронта. Однако, когда возникает реальная угроза сепаратизма в других областях Украины, весь патриотический пафос обвинителей куда-то исчезает. Получается, у патриотов-униатов элементарно двойные стандарты? Ведь статус стратегического партнера сепаратистов, а именно так говорят об униатах инициаторы венгерской автономии, говорит о многом. Представители силовых структур Украины утверждают, что закон должен быть один для всех. Любые действия, направленные, подталкивающие Украину к развалу, они должны быть жестко пресечены. Однако, захотят ли применить действия закона к тем, кто присвоил себе звание главных патриотов Украины? Кто его посадит? Он же памятник! Последние годы очень много говорится о движении Украины в Европу, в том числе и униатами. Молодость украинского духа, она может оновить европейский континент. Иерархами УПЦ много раз подчеркивалось, что церковь выступает за целостность Украины. Более того, сейчас это единственная структура, которая представляет Украину в Крыму и на Донбассе. Тем не менее, УПЦ называют сепаратистами и не патриотами. Это скидается на государственную зраду с боку учеников церкви. В то же время, тысячи западных униатов, в патриотизме которых не принято сомневаться, имеют паспорта других стран. И, судя по всему, не против перебраться в эти страны вместе с украинской территорией. И их сепаратистами не считают. Однако, если не патриоты молятся за единство страны, а патриоты мечтают из нее выбраться, что же тогда считать патриотизмом? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова